Добрый день, дорогие друзья! Всем добрый день! Сегодня я провожу урок. В любой момент может прерваться, потому что я провожу из больницы. Сейчас моя мама должна сделать операцию. Поэтому, чтобы был сегодня урок для полного выздоровления Рита Бадбася, Яэль Баддина и для полного выздоровления Моши Бен Ирина. Моши Бен Ирина. Значит, чтобы все они были здоровы. И чтобы, с Божьей помощью, все, кто нуждается в выздоровлении, выздоровели. Да, всем доброе утро. Итак, значит, мы продолжаем изучать недельную главу, которая называется «Жизни Сары». Жизни Сары. И сейчас мы дошли до третьего дня. Третий день сегодня недельной главы. И здесь говорится как раз о очень важном событии. Очень важном событии. То есть, в начале главы «Умерла Сара». После того, как она умерла, Авраам ее похоронил. Купил, вначале купил земля, земля для похорон. И, значит, еще сегодня урок у тебя сейчас вспомнил. Лейлу Нишама. Яков Шатади мне сейчас напишет. У нас у одного из наших близких друзей умер дедушка. И, значит, чтобы было еще и для Лейлу Нишама. Сейчас Яков напишет для кого. Хорошо. Значит, Сара умерла. Авраам ее похоронил. И вот следующее, чем он занимается. Он сказал своему, своему сказал рабу Элейзеру. Он ему говорит, все, теперь возвращайся к моей семье. И, значит, для понятия души, Моня Бенфрон. Моня Бенфрон, он уже слушает урок там с небес. Значит, и Авраам говорит Элейзеру, чтобы он пошел в место его рождения, в место рождения Авраама, и взял ему жену оттуда, к своему сыну. И тут, значит, начинается, вот тут очень интересно, что сделал Элейзер. Вот почему он был главный среди всех помощников Авраама, почему он был главный. Мы видим сейчас из того, что он сделал, видим его, как бы, суть. Как он отнесся к этому поручению. И взял, и взял, а Эвет взял раб Авраама 10 верблюдов из верблюдов своего господина. Так как он был управляющим над домом Авраама, то все было, все имущество было у него в распоряжении. И он взял из всех верблюдов Авраама взял 10. Теперь дальше, что он сделал? И взял он все хорошее, что было у его господина, в руку, и встал, и пошел он в город, который назывался Арам-на-Араем, в Ир, в город, который назывался Нахор, в город Нахора. Это брат Авраама, он был мэр города, наверное, он был главный в этом городе. Теперь, значит, что значит он взял в руку все имущество, которое было у его господина? Как можно взять в руку все имущество, если это были стада, если это много всего было? Значит, он был очень умный, и он подумал, если я сейчас приду искать невесту, то они спросят, а кто это человек? И он взял, от Авраама взял доверенность, генеральную доверенность на то, что Авраам передает все имущество своему сыну Ицхаку, что Ицхак его единственное наследие, которому он передает все имущество. И, значит, он пошел в этот город, куда его послал Авраам. Теперь, и подошел он к этому городу, и остановил он верблюдов возле, не входя в город, возле колодца воды. был вечер, вечерево, и он, значит, подошел к городу, чтобы посмотреть, как выходят те, кто черпают воду. Здесь очень интересная деталь, что Элейзер подумал, значит, если я сейчас выбираю невесту для Ицхака, кто это должна быть девушка? По каким признакам ее выбирать? И он решил, что буду ее выбирать по признакам качества, качества характера, насколько она добрая, насколько она доброжелательная, насколько она гостеприимная, насколько, то есть, главное, что какие у нее качества характера. И он решил, что я в город не пойду, это говорит Малбим, а я не пойду в город, я постою возле колодца, куда выходят девушки из небогатых семей. Потому что, если девушка из богатой семьи, она может быть избалованная, она в богатых семьях посылали за водой кого-то из слуг, а он думает, я посмотрю, посмотрю на ту девушку, которая сама умеет делать домашнюю работу. Это был его расчет. И остановился он возле этого колодца и ждет. И сказал он, значит, Бог всесильный господина моего Авраама, сделай так, он использует здесь такой глагол акрена, то есть, сделай как бы случай, чтобы это случилось. но он понимал, что это же не спустится, она с неба на воздушном шаре. То есть, сделай так, чтобы случилось сегодня и сделай милосердие с моим господином Авраамом. То есть, он говорит, пожалуйста, чтобы долго там это все не продолжалось, сделай, пожалуйста, сегодня, чтобы я нашел эту невесту, прямо вот сегодня и сейчас. и дальше он дает такое, он дает как бы, знаете как, вот некоторые люди не могут принять решение, они говорят, вот если будет так и так, то будет так и так. И вот Элизер это сделал. Он говорит, вот я сейчас стою возле вот этого колодца и дочери людей этого города выходят начерпать воды. Значит, и будет девушка, которая, я скажу ей, дай мне, пожалуйста, свой, свой кувшин и попью из него воды. А она мне скажет в ответ, попей, и так же верблюдов твоих напою. Вот эта девушка, пусть и будет она рабу твоему Ицхаку, значит, предназначенная, да, предназначенная. И, значит, и так я узнаю, так я узнаю, этим вот, если так случится, я узнаю, что ты сделал, Хесет сделал, ты милосердие с моим господином. Значит, мудрецы в Талмуде, они очень задают вопрос, а правильно ли он сделал? Имеем ли мы право вот такие вот Богу ставить условия? Что если, во-первых, сделать для меня чудо, ну, это можно было сказать, как чудо, во-вторых, ставить условия, вот если будет так и так, то тогда я сделаю так. Значит, они отвечают так, у Элейзера получилось, и приводят несколько других случаев, когда не получилось, когда кто-то другой сделал, такие условия для Всевышнего, у него не получилось, а у Элейзера, да, получилось. Поэтому, как бы, не рекомендуют делать такие, знаете, как, такие делать условия Всевышнему, не рекомендуют. Но тут мы видим, что у него, да, получилось, откуда мы видим, что получилось, и было. Прежде чем он закончил говорить, в Ины у терам килали добер, он еще не закончил говорить, вот это свое обращение ко Всевышнему, молитва. Кстати, мы для себя можем очень легко, это, это взять для себя, как урок, как то, что мы тоже можем делать. То есть, вот сейчас мы идем, например, с мамой на операцию, чтобы было полное выздоровление. Мы можем прямо перед операцией, молиться и говорить, что вот пускай будет Всевышний, сделает хесед, милосердие, и пожалуйста, чтобы все прошло хорошо. Я буду очень сильно молиться, очень вас тоже прошу, Рита Батбасе, чтобы прямо у нее в ближайшие несколько часов должна быть операция. И было. Прежде чем он закончил говорить, и вот, значит, Ривка выходит, выходит Ривка. Ривка, это была девушка, которую, которая была дочка Птуэля, сына Милки, которая была жена, жена Нахора. Нахор, это был брат Авраама. И у нее на плече как раз кувшин. И она была написана Вэ Анара Туват Море. Она была девушка, которая была очень красивого вида. Значит, Вэ Анара Туват Море, очень красивого вида. Мэ От, она была очень красиво написана. Птула, девственница она была. Вышлое, да, и мужчину она не знала. То есть, она вообще никак не общалась с несколькими мужчинами в Этерет. И она спустилась в этот день на источник и наполнила она, значит, кувшин водой. Что интересно, говорит нам Усна Анара Туват Море, она-то была из очень богатого рода, из богатой семьи. И она была, значит, это был единственный день, когда она сама, вот вдруг, знаете как, вот она решила и пошла она с этим кувшином набирать воду. Потому что в доме было много слуг и так далее. Теперь Вайрац Аевет Лекрата и побежал раб навстречу ей и сказал Агминина Матмайм Микадех. Он говорит Напойи меня чуть-чуть воды из твоего кувшина. Почему он к ней побежал и как он ее выбрал? У него было, какие у него были критерии? Значит, мы видим, что он первое, на что он обращал внимание, на внешний вид. Чтобы она была красива очень и он видит, она очень красивая, подходит. Теперь он сделал такой знак для себя, добрая она или не добрая, напоит она или не напоит водой. И второй он сделал знак, это очень сложно. Представьте, если к вам обращается какой-то человек и говорит Напой меня водой, а ты в этот момент думаешь, так, надо ему дать водички, надо дать еще воды тем, кто с ним, верблюдам его, кошку его напоить, собаку. Это должна быть очень большая доброта и очень большая внимательность и очень большое желание делать людям добро, помогать. И это тот, как бы, тот признак, который он установил, то, что он искал. И, значит, он ее попросил напои меня воды, он еще не знал, как она ответит. Значит, Ватомир, она ему ответила, попей, господин мой, попей, значит, и она поспешила ватурет, когда альяда ваташкау. И она, значит, спустила со своего плеча хувшин этот и начала его поить. Значит, и закончила она его поить и сказала, и так же верблюдов твоих я сейчас напою, начерпаю для них воды, а дым тилу, или что, пока они не закончат пить. То есть, напоить верблюдов. Это была тяжелая работа, там было 10 верблюдов крупных. Верблюд, я слышал, он может за час выпить ванну воды, 200 литров. То есть, верблюдов напоить, это она должна была начерпать на 10 верблюдов 2 тонны воды. То есть, это была очень серьезная девушка, хорошо подготовленная. То есть, кто хочет выйти замуж, подумайте, пожалуйста, кстати, интересно, что мы должны жить в ногу с недельной главой, да, то есть, идти в ногу со временем, это называется. И эта глава, она нас учит, как жениться, как выбирать себе невесту, как найти себе мужа, значит, вот, пожалуйста, практические советы. Те, те, которые, те, которые хотят жениться и найти себе мужа, они должны, мамой, ты, вы все пришли. Они должны, смотри, там пришли. Шалам, шалам. Это, в больнице ходят, в больнице ходят люди, развлекают, развлекаются, развлекают больных. Мамой, ты это развлекаешь? Мама моя. Да, маму мою. Да, да. Они, да, они хотели поразвлекать, но мама моя сказала, что их это не развлекает. Мама, ты это не развлекаешь? Вот, ее это не развлекло, и они пошли к соседке. Хорошо, давайте вернемся к уроку Торы. Значит, и она говорит, давайте напою верблюдов тоже. И поспешила она, и, значит, побежала она, она все делала на бегу. Это еще одно качество, которое называется зарезут, быстрота. То есть, она была не ленивая, она была быстрая. Она побежала туда, к колодцу, на две тонны воды. Если один у нее был кувшин, возьмем 10 литров, она должна была 200 раз кувшин налить, кувшин налить, кувшин налить, 200 раз. То есть, это серьезно. 10 литров, а если 20 литров, 100 раз. Нормально, 100 раз она могла. Ну, может быть, верблюдам она не давала им по 200 литров воды. Она дала каждому верблюду по кувшину воды, например. По 10 литров тоже верблюду, нормально. Значит, Ваиш Миштейла, и он, вот этот вот, Элизер, он посмотрел, и он молчал до этого момента. Ледаат, он еще не узнал, а Ицлех, Бог его путь, или нет? Дал Бог ему удачу, или нет? Это очень интересный момент, который без малкима был бы непонятен. Значит, все уже сбылось. Сбылось все, все, все его, как бы, требования, и он все равно молчит, и еще он не понял, или Бог, значит, или Бог дал ему успех в его запросе, или нет. Значит, а как он, что он ждал? Объясняет Малдин, очень интересное объяснение. Он говорит так, что если бы она после того, как напоила, попросила у него деньги, значит, она это сделала не из доброты, а значит, она это сделала, просто хотела заработать. Тоже прекрасно, то есть, отлично, люди за деньги готовы ехать там на Северный полюс, то есть, это интересно, что Шуханарух, сборник законов, он говорит такой момент, что когда человек утром не хочет вставать на молитву, он должен себе задать вопрос, а если бы мне надо было сейчас пойти у кого-то долг забрать, кто там не должен деньги, или пойти заработать, встал бы я? И так он может проверить, действительно, насколько он сейчас может встать или не может. Это очень простая проверка, и я видел неоднократно, и у меня это такое было, да? Когда тебе что-то надо, то ты готов прямо днем, ночью все. Когда это надо заповедь Всевышнего, то сразу нет, не могу, сил нет, и так далее, и так далее. То есть, здесь ждал Элизер знака, она это сделала из доброты, он же искал добрую девушку, которая от всего сердца готова помогает. И, значит, он ждал, что будет дальше, но на денег у него не попросила. И когда закончили верблюды пить, и взял, значит, это, тогда он взял золотой браслет, который весил там, бэка какая-то, очень тяжеленный золотой браслет. и взял он два, значит, незам это кольцо какое-то тяжелое, цмидим это браслеты, одел на нее, десять каких-то мер золота весом. И сказал, спросил он тогда ей, ну, чья ты дочка? Он же не знал, кто она. Он видел просто, красивая девушка, добрая, которая, быстрая, которая напоила его верблюды. Если в доме твоего отца место нам переночевать. И сказала она ему, я дочка Птуэля, который сын Милки, которая, которого жена была на хора. То есть, оказалось, что она была ближайшая родственница Авраама и Сары. То есть, она была просто их, прям, из их семьи. И это тоже было знаком, что это все было от Севышнего. И сказала она ему, и солома есть у нас дома, и место есть переночевать. И опустился Элизер на колени Рас-Вейштаху. Знаете, вот так вот, как молятся мусульмане, это называется Лейштаховод. И он, как мусульмане молятся, лег на землю и поклонился он Богу. То есть, все, закончился сегодняшний отрывок. Значит, что мы отсюда учим? Давайте, что мы отсюда учим? Мы отсюда учим, что, первое, это очень важная такая вещь, я вчера прочел такая формула, мне она прям очень понравилась. Формула такая. Значит, есть в книге Дворим, по-моему, в Баэт-Канан глава, там написано, что Ашер Луавата Эташем Элакеха Басимхат Лев Убытувакорь, что все проклятия эти пришли на тебя за то, что ты не служил Богу Всесильному твоему, когда с радостью в сердце, и когда у тебя было все хорошо. То есть, и вот автор этой книги, которую я вчера читал, по-моему, Раф Шварц его зовут, он сказал такую вещь, что есть три главных вещи, на которые стоит обращать внимание. Первое, это служить, действовать. То есть, человек должен все время действовать. Второе, он должен все время действовать для того, чтобы служить Всевышнему. То есть, у него должна быть постоянно в голове цель, что я это делаю для того, чтобы, как есть Мишна Пертьевод, что чтобы все твои дела будут во имя небес. То есть, ты должен действовать. Все твои мысли должны быть, что все мои действия во имя небес. Даже если ты зарабатываешь деньги, кушаешь, отдыхаешь, все, что ты делаешь, должно быть во имя небес. И третье, с радостью. Басимхатлеф, то есть, все нужно делать Басимхатлеф с радостью в сердце. И вот эти вот три вещи мы видим здесь прямо очень четко все выраженное. Элиэзер, он действовал, он все время помнил о Всевышнем, он все время говорил о Всевышнем. И он был радостный, да. Все, пришли как раз за моей мамой, вот пришел врач, да. Да, должны мы сейчас ее одевать. Все, дорогие друзья, значит, чтобы была Рефаш, Лыма, Рита Батбаси, чтобы операция прошла успешно. Значит, Яэль Баддина, Мошибер Ирина, чтобы было все, кто нуждается в выздоровлении, чтобы выздоровели, чтобы Всевышний дал всем, 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 полное, полнейшее выздоровление. Рефаш, Лома, Рафата Мефиш, Верфата Бут. Все, всем удачи, успехов, и сегодня, конечно, чтобы была Лейлуйни Шама, Моня Бен Фройн, чтобы его душа поднималась там, чтобы он уже там радовался и помогал, молился, чтобы у всех было все хорошо, его семью, его потомков и у всех нас. Все, всем удачи.